Цветет и пахнет. Пока жители крымской столицы сидят дома на самоизоляции, город преображается, вовсю трудятся коммунальщики. Первым делом в парках и скверах на улицах и площадях косят траву для эстетичного вида и избавления от сорняков. Пропалывают клумбы, готовят к высадке летние цветы. В этом году немного позже обычного, потому что холода затянулись. У нас все однолетники уже готовы к высадке, они уже цветущие. Сейчас подготавливаем клумбы на основных наших территориях, площадь Ленина, допустим, и будем высаживать цветы уже ко дню города. Озеленяют крымскую столицу и подвесными цветами. На фонарях центральных улиц Пушкина, Карломаркса, Гоголя и в Екатериненском саду закрепляют декоративные вазы с растениями. Бутоны расцветут за считанные дни. Это цветок пеларгония. Долгое время он считался растением исключительно аристократическим. Его разводили в оранжереях богатых владельцев, особняков и вилл, а сейчас его можно часто встретить на балконах горожан. Стебли пеларгонии достигают метра, образуя изящные каскады, которые любят яркое солнце. А какая красота в ботаническом саду имени Багрова! Для посетителей вход закрыт, но нашей съемочной группе посчастливилось насладиться этими видами. Гуляя по лабиринтам сада, можно наткнуться на самую настоящую розовую волшебную сказку. Начинает цвести сакура, одно из самых красивых и любимых многими растений. Боярышник, спирея, экзохорда, декоративные кустарники просто усыпаны цветом. Одна из наиболее крупных коллекций – сирене. Здесь можно увидеть самые необычные ее виды, разные сорта эпионов. Цветет, может, недели две, очень краткосрочно, но очень ярко. К сожалению, немножко внешний вид подпортил сейчас дождь. Уход за такой богатой коллекцией – дело непростое. Сотрудники сада работают в штатном режиме и при самоизоляции. Даже рады непривычной тишине и покою. Оценили благоприятную атмосферу и новые соседи. Это фазаны. Они, вероятнее всего, пришли к нам из-за водохранилища и спокойно гуляют по территории и чувствуют себя здесь как дома. Подкармливают работники и излюбленных гостями белок и синиц орехами и семечками. Причем прямо из рук. Так что за братьев наших меньших не переживайте и пока оставайтесь дома. Екатерина Серегина, Евгений Гарбузов и Алим Велиев. Утро нового дня.